Друзья, всем привет! Вы на канале Юрий и Лариса Иванова Лайф. Сегодня мы готовим брокколи, запеченные в духовке с тефтелями. Для начала у нас тут 907 грамм брокколи. Нам нужно это бросить в кипяток 2 минуты и слить. Буквально на 2-3 минуты, еще раз повторяюсь, я ошпариваю эту капусту. Так, засекаем 2-3 минуты и сливаем водичку. Пока у меня заваривается капуста, я покрошу лук крупно. Лук я крашу крупно, потому как он у меня будет измельчен блендером. И мне нужно также покрошить морковь. К вам надо. Если вам это достаточно, то можно оставить или можно еще помельчить немножко. А нам достаточно ли? Нам достаточно. Капусту я сливаю в шлату. Оставляю пока ее. Красиво выглядит. Я ее пробовала уже и варила, и что я только не делала. И вот это самый лучший способ. Она будет непереваренная. Да, она мне кажется самая вкусная. А вообще люди некоторые делают кипятком, просто обдают ее и ставят. Ну я же варила не лучше. Чтобы смешать с фаршем, чтобы было у меня это все однородное, я сразу сюда заброшу фарш. Солите по вкусу, как вам больше нравится. У меня, наверное, примерно чайная ложка соли на это все уйдет. Я специями особо не балуюсь. Черный перчик. Но иногда у меня там что-то еще бывает дома. Здесь я как бы не очень балуюсь специями, хотя тут их всяких полно. Примерно минуту 35 я перекручивала блендером вместе с фаршем. Достала. Так, это все подходит. Теперь я сюда добавляю рис. Ммм, рис так красиво выглядит. И в этот желток добавлю. Ну и все можно перемешивать. Да, по желанию можно сюда еще добавить, сюда еще можно добавить чеснока. Ну, добавь. А, нет, оно как пельмени будет. То, что у меня как фарш с чем-нибудь. Увидеть, вчера я готовила супчик очень вкусный. И тоже делала типа с фарша, типа тефтелек. А мне, знаешь, как нравится, я беру в духовке и запекаю, просто маслом сверху поливаю. Тоже вкусно получается. Ну, что, мясо-то очень всегда вкусно. Ну и все, теперь я их хочу обжарить. Я уже делала более диетический способ. Вот, вы можете воспользоваться таким советом. Можете взять просто одним пластом положить вниз формы фарш, если вы хотите. И запекать его так. Ну, как бы сказать, мы уже всяко попробовали. Вот этот вариант больше всего подходит для нашей семьи. Поэтому я с вами делюсь именно таким вот рецептом. Так, я сейчас буду формировать тефтельки. Я все делаю руками. Кому-то может не нравиться. Так что, без перчаток, кстати. Так что делайте все по-своему. Да, у всех прям перчатки лежат. В общем, я сейчас вот буду такие тефтельки готовить и их обжаривать. Чтобы тефтельки к рукам не прилипали, можно руки или маслом подсолнечным смазать, ну или каким вы там готовите, на каком, оливковым. Или водичкой. Тоже не будет прилипать. В общем, я бы выбрала вариант с водой. Мне не обязательно, чтобы они были все ровненькие, все одинаковые. Такие получаются. Нам нужно быстро приготовить ужин. Все хотят кушать. Особенно Лев Алекс. Лев Алекс. Так. Ну все, можно эту партию обжаривать. О, звук такой. Звук вкусно-то. Я люблю такой звук. Да, котлетки жарятся. А я, кстати, брокколи жую. Правда, очень вкусная. Две минуты в кипятке. Это самая вкусная брокколи. Она еще не разваренная. И уже не жесткая, как будто она свежая. А я люблю ее и сырую. Ой, терпеть не могу сырую. Я вот такую вот эту. Я хотела ее всю пачку съесть. Обжариваем. Запашок. С дуру сторон. Ням-ням-ням. Слушай, снимаешь? Угу. Я их постараюсь обжарить со всех сторон. Ну, я измельчаю чеснок. Добавляю в сыр. Чтобы лишней посуды не марать, я по-домашнему. Так, сюда же яйца отправляю. И сюда же отправлю сметану. Теперь мне надо это все размешать. А запах от тефтелей вкуснячий просто. Так, надо бежать, чтобы не сгорели. Это же я все совмещаю. Я не буду форму смазывать маслом, потому как в киселе-то в масле жарились. Сейчас с них масло будет. Я их просто обжариваю. Это я соус делаю. Все, все готово. Тефтельки я приготовила. Сверху я выкладываю брокколи. Форма у меня не очень огромная. Может мне подъесть брокколи? Ты стеснялась? Ну, я думала, я сейчас все съем. Ну, все-то ты точно не съешь. Я еще фото не успеваю. Цвет такой красивый. Как будто газон. Готовим газон. Так, ну а мне все как всегда. Побольше, побольше. Все, дай я съем это. Все? Нет, не взялать. Сейчас нам надо... Мне нужно заливочкой вот этой залить сверху. И мне еще нужно закрыть фольгой, потому как, ты же говоришь, горит. Я еще к духовке не приспособилась. Закроем это сверху фольгой, чтобы не сгорит. Верхушка всегда сгорает, если не прикрыто. Да и вообще засушивается все блюдо. У всех, наверное, разные духовки. Ну, в общем, поливаем красиво и закрываем фольгой. Посыплю сверху петрушечкой сухой. Да, все, хватит для запашка. Так, и перчиком немножко побалуюсь. Так, мы фольгу сбрызнули маслом. Чтобы не прилипло. Да, и, наверное, немножечко соли еще. Совсем, нет, совсем чуть-чуть. Вы по вкусу сыпьте соль. Все, давай фольгой закрывай. Духовку нагрели до 220 градусов. Ставлю в духовку. Ну, духовка вообще... Огнедышащий дракон. Так вот, осталось до конца 25 минут. Три минутки. И я хочу открыть фольгу. И так поставить минуту на три. Все, блюдо готово. Осталось только разложить по тарелкам и покушать. Нам приятного аппетита. А вам приятного просмотра. Спасибо. Ну все, мы сготовили кушать. Тут нам вчера... Сосед наш нас вчера угостил. Сальсой. Заготовкой. То есть в Америке люди тоже заготавливают. У него огород. И он заготовки сам делает. Давай. Это как называется? Сальс. Сальс. Типа острое что-то, да? Ну, сальса не обязательно острая. Она может быть просто помидоры. Закуска, да? Да. Да, вот тебе пробуй вместе с сальсой. На, Наташа, клади. Попробуй. На, вот розеточку тебе. Вкусно? Юре понравились здесь крышки. Говорит, классные крышки. Добавна, гораздо. Ну все, приятного аппетита, Алекс. Всем приятного аппетита. Всем пока-пока. Вау. Устро. Продолжение следует...